У нас время вечер. Вроде бы солнце начинает выглядывать. Короче, я пошла в садик, заберу ребятишек и пойдем домой с ними. С Оксаной уроков много делать на учебнике. Вчера надо было первую часть унести, а мы забыли совсем. Сегодня ей не дала, и поэтому надо все собрать, приготовить и унести в школу. Ладно, всем хорошего вечера. Дорогие друзья, у нас время вечер. Дети тут конфеты достают. Оксанна, так держи, тебе дают, а ты смотришь. Короче говоря, сейчас будем готовить кушать. Кто просит макароны с сардельками, а остальные просят бульонные пельменьки сделать. Сейчас я, наверное, скорее всего сделаю бульонные пельмешки. Немного? Почему немного? Если делай, значит ты их делай только. Макароны я сегодня вообще, вот мне эти макароны уже надоели до чертиков. А гречку мало кто хочет. Поэтому будем готовить макаронные пельмешки. Все, ребят, заговорилась я уже с этими пельмешками. Короче, идем морозилку доставать. Так, заодно я отвечу, что уже положила в ларину. Тут большую часть частенько достаем. Вот так вот частично заполнила. Здесь у меня вот эти вот бульонные пельмешки я покупала, две пачки. Лишь, знаете, Маня появилась что-нибудь купить, чтобы дома было в запасе. Я уже знаю, что у меня морозилка есть, есть куда положить. И поэтому я покупаю и просто сюда складываю. Так, тут у меня две пачки бульонных пельменей. Здесь у меня шпикачки. Да, шпикачки. Тут у меня малина замороженная, еще один контейнер есть. Спасибо, мои знакомые, которые дала. Там у меня сосиски, фарш, фарш. Это у меня шашлик, так мы не сделали из-за погоды. А там у меня масло, целая коробка масла. Так что вот так вот. Сейчас вот это вот будем с вами готовить. Две пачки бульонных пельмешек. Приготовим. Пусть детки сегодня кушают пельмешки. Так, мои хорошие, поставила. Я сделала уже зажарку, закинула картошку. Буду делать бульонные пельменики. С картошкой, с зажарочкой так вкуснее будет. Я уже как-то так делала, деткам и им понравилось. Поэтому все, готовим. Сейчас закипит и закинем пельмени. Так, мои хорошие, все. Сварила, положила. Ну, там еще пол кастрюля осталось. Но в целом показываю. Вот такой вот бульон. Получился пельмени, картошка, лук, морковка, зелень. Вкусный, привкусный бульончик. Ну, а тут зелень меньше ложила, потому что мелкие не любят. Но я зелень, по идее, в кастрюлю добавила. Так что, как-то так. Всем так кушать. Всем приятного аппетита. Всем, ребят, добрый день. У нас уже день, да, день. У меня уже двое учеников со школы пришло. В целом я готовила кушать. Ничего не снимала. Сейчас покажу все, что приготовила. И пойдем с вами обедать. Я сегодня только кофе с утра пила. Что-то ничего не ела. Так что, пойдем обедать. Димашенко уже пришла. И Егор пришел, так как у них мало уроков было. Оксана сегодня у меня со второй смены училась. Катя у меня сегодня тоже с 10-40 см училась. Поэтому вот так вот. Ладно, показываю, что приготовила. Так, ну вот, приготовила салат. Тут у меня капуста, огурец, помидор, укроп и лук зеленый. А здесь это тушеные овощи с рисом и с мясом. Помните фарш, который в брикетах я покупала? У отца писали, Настя, да ты зачем его берешь? Ребят, он не дешевый фарш. Он 150 рублей упаковочка за полкило. О, это хороший фарш, это чисто свиной фарш. Вот он, кстати, здесь. Так, ну вот сейчас. Вот он, видите, это свиной чисто фарш. Вот я один брикет взяла, сделала. Приготовила он хороший фарш. Я не знаю, почему. Знаете, все такие, видать, миллионеры, что такой фарш уже не едят. У нас многие такой едят, и ничего, и все довольные. Ладно, дорогие друзья, всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Маш, тебе накладывать кушать? Маша хотела капусту, да, тушеную? С рисом. Ладно, всем приятного аппетита. Пойдем мы тоже кушать. Дорогие друзья, у нас уже время день. Я поехала в город. Там меня Катя со Светой ждут. Я их в кафе веду. По очереди, видите, а потом чисто с маленьким пойду еще в кафе. Так что вот такие вот дела у нас. Кушать дома сварено, все сделано. Идемте в кафе. Всем добрый день. Я иду на автобус. Сегодня у Маши линейка. А потом нам с Машей и с Оксаной сходить в поликлинику, взять справки для площадки. То, что они здоровы и все в порядке. Ладно, идем на автобус. Я уже автобус приехал. Сегодня погода хорошая на улице. Надеюсь, что такая останется и пойдем на грядки тогда. Всем привет еще раз. Скажите привет. Привет. У Маши был сегодня... Что, Маша был? В окно. Да, мы сейчас в честь выпускного. Я детям пообещала сходить в Блинную. Опять идем в Блинную. Я предлагала им карусельку, но Маша сказала, нет, в Блинную. Поэтому идем в Блинную. Да, фотографии вставлю, как там. Машу награждали, ребятишек награждали. Подарки вручали, да. Как тебе, Маша? А завтра еще на природу идем, да, Маша? Классом они идут на природу. Мы фоткаем туда. Ну, сфоткаем, покажем нашим подписчикам. Так что вот так. Маша перешла у нас в пятый класс. Порадуйтесь вместе с нами. Ладно, идем мы на автобус. Ты вон автобус в Блинную. А потом домой поедем. Дорогие друзья, у нас время день. Мы пришли с выпускного уже. Сходила в магазин, купила газировку детям. Огурчики взяла двух сортов. Ну, тут по 85, по 75. Лук. И сейчас у нас будет огород пахать. Потом покажу. Трактор снимать не буду, поэтому вот так вот. И вечером будем с вами жарить шашлыки. Если интересно, оставайтесь с нами. Все, спахали нам огород. Хорошо спахали. Заплатили, кстати, мы немного. Полторы тысячи всего. Так что вот так вот. И не надо возиться. Можно уже завтра начинать. Ну, завтра у меня еще Маша выпускной. А потом уже начнем картошку садить. Так что вот такие вот дела. После того, как спахали, сразу выпустили курей. И они такие довольные гуляют. Червяков ищут, собирают. Какие у нас корни опять тут. И все гуляют. А у нас сколько курей осталось? Два, четыре, шесть. Тринадцать. И петух. Четырнадцать в общей сложности. Они все что-то ломанули сразу туда. Дорогие друзья, у нас время вечер. Тут я заметила, что у меня нет звука. Поэтому прозвучиваю заново. Мы решили пожарить шашлыки. Тут у нас это свинина. Помните, которую я покупала в морозилку, убирала. Тут первую партию муж немножко передержал. Но, в принципе, тоже вкусно получилось. Решили пожарить шашлыки. Потом еще сосиски я размораживала, жарила. Но не все, оказывается, у меня заснялось. Почему-то телефон у меня прокомпосировал мозги. Ну, ничего страшного. Потом в следующий раз постараемся получше. Уже буду проверять, чтобы записалось, не записалось. Ну, в целом, жарим шашлыки. Также на столе у нас тут помидорки, огурчики, лучок, хлебушек. Сок детям купили. Кетчуп, аджига. Мясо, видите, еще замаринованное лежит. И вот здесь вот у нас мясо жарится. Короче, отдыхаем. Вечер у нас чисто для детишек. Детки сразу кушать начали шашлычок. Довольные. И вот уже в последнее время. Вот, видите, там сосиски немножко на столе видны. Ладно? Обязательно. Всем доброе утро, Ваня. Скажи привет. Привет. Мы с Ваней едем на прием. Ваня сегодня в садик не пошел. Ваня, почему ты не пошел в садик? Ваня заболел. Да, Ваня заболел. Вот такие вот дела. Мы сейчас пристроены находимся. Да, Ванюха? Тут дети уже вот на этом гамаке качаются. А зачем ты дневник взяла? Так я сейчас его по хренаминке положу и телефон туда положу. Ну? Так можешь без дневника положить? У нас, ребят, черемуха цветет. Цветет черемуха. Так вкусно, да. А мы бабочку видели. Да, бабочку видели. Сейчас мы за Оксаной на автобус опоздаем. Да? Видели. Да, с Оксаной анализы идем сдавать, а с Ваней на прием. Раз заболела. Вчера жаловался на горло и температура подскочила. Я не видела бабочки. Сегодня всю ночь не спала из-за того, что он плохо спал. Мама, я не видела бабочки. Да, бабочки видели. Температура была. Поэтому вот такие вот дела. Ничего, поправимся, да, сына? А Мариночку я уже в садик отвела. У нас время уже девятый час. Ладно, бежим мы на автобус. Да, сыночка? Я буду раздавлять. Хорошо. Дорогие друзья, приехала я уже с города с Ванейши. Вот только зашли. Подожди, мама сейчас покажет нашим подписчикам, что мы тебе взяли, а потом отдам. Зашли мы в магазин. Тут распродажи. Лего вот такие вот. Видите, из-за кондитции. То, что упаковки рваные. Тут он есть вообще мятые. Их за 30 рублей продавали. И вот там 4 штуки было. Я ванюшке их забрала. На, иди, шагай. Также прокладки женские. Мы их показывать уж не будем. Пакет молока. А, вот еще Ванькина игрушка. Киндер какой-то. На, держи. Корм для котенка. Такой вот. Дальше. Фрекер заходили, взяли. Черный хлеб. Картошку взяла. Дома картошки нет. Вот такую вот картошку взяла. По 70 с чем-то рублей. Знаете, что меня удивляет? В магните. Там ценники у них не соответствуют реальной. Вот берешь, да? Например, вот. Нет, идем я ценю. Чек-то где-то потеряла. Видимо, тот магазинский. Факт то, что вот у них. Что-то я брала. Была на прилавке цена такая. В кассе пробивает цена вообще не соответствует. Цена намного завышена, чем она на кассе стоит. Это вот именно вот в том, в дальнем магните. У них такое частенько. Мне не было сегодня времени скандалить. А то бы я бы, конечно, по каждому товару бы прошлась. Потому что я потом стала смотреть. У меня каждый товар на 10-15 рублей больше цена, чем стоит ценник у них в зале. Это вот такая вот ерунда у них постоянно. Я уже не первый раз с этим сталкиваюсь. И, знаете, плюнула уже просто. В целом, все. Вот эти в целом... А, ну еще вот это вот Ваня на питье было. Ваня, твое питье еще. Сейчас, подожди, я тебе помогу. Ваня уже открыла. Давай мама покажет твоя машинка. Вот такая вот машинка у него в яичке. И конфетки, я так поняла. Ой, на, держи. Шагай, все, иди, кушай. Все, дорогие друзья, сейчас буду кормить ребенка. Чайник ставим. И будем домашними делами заниматься. Всем хорошего утра.